Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Продолжаю тему, которая связана у нас с вражениями, с гадалками. Я, конечно, ожидала вот эту вот реакцию агрессивную Риты Таро на свои видеоматериалы, но как проповедник я считаю должным обличать подобных людей. Я не случайно затронула ее канал по одной простой причине, что она кощунственно относится к текстам святых писаний, она интерпретирует библейские понятия через карты Таро. Я считаю это невозможным, неуместным. И карты Таро – это самые настоящие идолы, это кумиры, которые не должны существовать в жизни верующих людей. И мне бы хотелось, чтобы вы это понимали, но на сегодня вот почему-то они даже называют карты Таро своими маленькими иконами. И вы знаете, меня это очень сильно поражает. Рита меня обвиняет в экстремистской деятельности. Якобы я в своем видео призываю людей к убийству, поскольку огласила заповедь Моисея, которая у нас звучит следующим образом. Это у нас исход, глава 22 стих 18, выражение оставляй в живых. Я хочу сказать, что я не занимаюсь экстремизмом. Нужно понимать те аллегории, те образные понятия, которые присутствуют в библейских текстах. Это обозначает запрет деятельности гадалок и выражей, которые нарушают заповеди, которые несут ложь, которые несут нечестие в ряды верующих. И поэтому мы все должны об этом знать, и мы должны запрещать этим людям вести свою активную деятельность. Почему Рита считает, что заповеди Моисея являются противозаконными, мы не можем оглашать их, поскольку они несут экстремистскую направленность, я не знаю. Сам Иисус Христос опирался на эти заповеди, поскольку и тот, и другой проповедовали и прославляли Бога Отца или Бога Творца. И вот эта вот заповедь, которую я вам огласила, она ни в коем случае не несет экстремистскую направленность, потому что через Моисея была в первую очередь передана заповедь «Не убей», что обозначает человеческую неприкосновенность. Но сейчас я вам покажу вот то послание, которое Рита мне оставила. Вот здесь внизу вот этого послания она пишет, что она пожаловалась в Ютуб, попросила забанить меня за призывы к экстремизму. Спасибо, конечно, за бесплатную рекламу, но вы понимаете, что делаете экстремистские призывы в своем видео, что выставляете на всеобщее обозрение Библию как экстремистскую литературу, что это уголовно наказуемая экстремистская деятельность. Что это за публичные призывы к убийству? Ну, я не буду зачитывать дальше этот текст, дорогая моя, я вам объяснила, что заповедь, которую я вам оглашала, еще раз вам ее покажу, заповедь «Ворожей не оставляй в живых» – это аллегория, которая обозначает запрет деятельности гадалок и ворожей. Я думаю, что вы, если вы об этом не знали, теперь будете в курсе, и если вы верующий человек, то прекратите заниматься этим делом. Левит, глава 19, стих 26, вот в этой цитате говорится, что нельзя ворожить, не ворожите и не гадайте. И через карты нельзя узнать правду, потому что Бог правды гадателям и ворожениям не дает. Сейчас я вам зачитаю цитату, это у нас Михей. «И устыдятся прозорливцы, и посырмлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога». То есть, если вы хотите узнать правду о Боге, если вы хотите узнать все, что связано с Библией, обращайтесь к первоисточникам, к заповедям, которые, в принципе, существуют не только в заповедях Моисея, но и в пророчествах, и в текстах, которые оставили все остальные пророки, обращайтесь к Ветхому Завету, к Новому Завету, к текстам Корана, и вы узнаете гораздо больше, чем слушая просто расклады людей, которые занимаются Таро. Всего вам доброго, до следующих встреч!